О, хей, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал! Маук здесь! Сегодня мы с вами поиграем в демо-версию игры, которая называется Past Cue. Past, значит, прошлое, cue означает лечение или излечение. Пока что игра доступна только лишь в версии демо, но я думаю, что со временем она выйдет у нас уже, видимо, полностью, и что-то мне подсказывает, ну, по крайней мере, судя по описанию, нас ждет довольно-таки занятное и интересное приключение. Давайте начнем демо. У нас здесь немножко кривоватое такое вот управление, необычное, то есть Enter, допустим, не работает, нужно на пробел нажать. Начать демо, конечно, да. Выберем сложность, мы поиграем на нормальное. Пожалуйста, отрегулируйте яркость. Так, нормально, надо чуть-чуть даже побольше сделать, потому что на YouTube обычно как-то темнее все выглядит. Все! Вот такой вот потрясающий Джеймс Бонд у нас с пистолетом. Какой-то мужчина вполне себе такой презентабельный. Наверное, с ним будет что-то происходить страшное. Мне кажется, что здесь будет что-то завязанное на... Смотрите, да, на каких-то иллюзиях, на снах, на... И он просыпается в еще одном темном кошмаре, но в отличие от его других кошмаров, это для него страшно знаком. Прояви смекалку и способности... Аааа! Почему так быстро? Я не смог проявить смекалку и способности, я читал слишком медленно. Ну ладно, ничего страшного. Игра пока что, по-моему, вообще недоступна, страница в Steam у нее появилась, но пока что поиграть, насколько я понял, в нее невозможно. Но демка покажет нам, что она себя представляет. Иоанн! Иоанн его звали. Иван! Дерьмо! Я умер? Нет, чувак, ты жив. Это ад? Это Россия, детка. Или еще один кошмар? Фонарик. Он в какой-то тюрьме оказался. У папы был такой же. Фонарик. Иди сюда. Иди сюда, маленький. Иди ко мне. Смотри, у него там столько места, он мог бы еще плечо просунуть. Он слишком далеко. Мне нужен предмет, который поможет добраться до него. Ты лодер несчастный. Ну вы же видели. Он мог спокойно дотянуться. Вот, смотрите, нам сразу показывают, как нужно взаимодействовать. Значит, перемещение, взаимодействие через Q. Необычно. R-перезарядка. Взять, парировать еще. Удар, видимо, да? Бесшумное убийство тоже на R. Блин, нифига себе. Атака в ближнем бою. Это E, добивающий удар R. Присесть. Ctrl. Смена ракурса. Это правая кнопка мыши. Shift. Окей. Бег. Это Shift. Забраться с пробел. Смотри, один это искажение времени. Второе это астральная проекция. Еще третий адреналин. И четыре это синие таблеточки. Ну ладно, прицелиться, стрелять, подняться. Значит, стрелять мы тоже здесь будем. Ну да, он же с пистолетом-то был нарисован. Ну ладно, ладно, ладно. Давай посмотрим. Ну что я могу сказать? Вполне себе бодро идет. То есть для демки оптимизация очень хорошая. Стабильный 60 кадров. Часто в демках даже и такого мы не можем увидеть. То есть графон, ну я бы сказал, вполне себе даже симпатичный. Правая кнопка мыши. Ага, то есть вот так вот мы можем как-то смотреть. Типа из-за плеча или что это? Да, в общем-то нет. Как-то Shift. А, вот Shift. Справа-слева. Как интересно. Так, ладно. Мы можем справа-слево плеча смотреть как бы, да? Он, видите, не по центру находится. Ну ладно, давайте смотреть, что у нас здесь есть. Фонарик на Ку. Эта дверь закрыта. Хорошо. Темновато. Свечки горят. Ну это явно не какая-то непростая тюрьма, раз свечечки горят у нас в тюрьме. Здесь что у нас? Папа, мама, я. Счастливая семья за решеткой. Чувак, ты попал. Ладно, присесть. Вот я могу так. Давай будем ходить вот так вот. В описании игры было сказано, что типа будь осторожен, потому что ты не знаешь. Может быть рядом есть кто-то еще. Поэтому я... Ты что это делаешь? Смотри. Эй, он запрыгивал туда. Ну-ка еще раз пробуем. Вот он, крадется, крадется. Попрыгни. Он только один раз выполняет этот трюк. Страшная ржавая у нас здесь раковина и унитаз. Бита! Ничего себе. Бейсбольная бита. Детская бейсбольная бита. На конце вырезаны буквы SW. Хорошо. Бэкспейс. Назад. Объекты. То есть это, видимо, мой инвентарь такой, да? Детская бейсбольная бита. Сойдет. Слушай, а здесь мы не можем выйти. Бита кажется такой знакомой. Может твоя в детстве? Может когда-то она была моей? Может быть. Ну хотя SW, он-то Иоанн. Не совсем похоже. Давай его сейчас с фонарик достанем, да и все битой. Конечно. Это все легко делается. Ой, смотри, фонарик отъезжает. Фонарик прям отъехал. Ну может быть это, конечно, оптические иллюзии. Ой, только осторожней. Только его... Он же может... Не, ну не провалится. Слишком маленькие здесь сетки. Все. Вот с фонариком как-то повеселее будет. Ладно, давай отсюда выбираться. Давай. Мне нужен ключ. Смотри, у нас появился инвентарь. Фонарик, значит, у нас светит. О, смотри, что написано. Let me out. Позволь мне выйти. We'll be free. Мы будем свободны. А будут свобод... А я буду свободен. Judas, это Иуда. Иуды, выйти. Я люблю тебя. Ты лжец. Я буду ждать, написано. Что еще? Предатель. Я убью ее. Убийца. А я убью ее. Нифига себе. Вот это страшно уже как-то немножко. Давай посмотрим, что еще есть. Так, я так понял, что мы здесь... Прекрасно. Тот, кто здесь сидел, был очень спокойным, чувак. Нужно найти ключ, пока он не вернулся. А, так он вернется еще? Постоялись в этой камере, вернется? Мне совсем не нравится эта идея. Смотри, мы можем нажать на Q. Что ты... О, ты решил стену бейсбольной битой разбить? Какое лежащее на поверхности решение. Конечно. Ох ты. Конечно, стена, это как раз то, что нужно разбивать бейсбольной битой. И она даже кажется очень хрупкой. Ну ладно, по крайней мере, у него получается. Давай, дубась. Че ты, приложись как следует. Бум! Главное, по семье не ударь. Здесь, скорее всего, какая-то мистика будет замешана, 100%. Ну, опять же, это демо-версия, соответственно, это очень-очень ранняя, как бы, версия игры. То есть, маленький кусочек, который вот выложили, чтобы примерно дать представление об этой игре. Так что ничего сверхъестественного ждать не нужно отсюда. Вот смотри, какой-то бумажный... У нас есть журавлик. Че ты его взял? Выберись из камеры. Get out of the cell. Cell. Выберись из камеры. Хорошо, ладно. Универсальный ключ, открывающий двери всех камер. Вот это мне нравится. Ключ синишей. Так, бита сломалась. Но, по крайней мере, у меня есть ключ. То есть, я могу выйти, да, отсюда. Опа! Это место, кажется, найди место вы... Найди выход. Здесь я уже был. Ты был уже в этой тюрьме, что ли? Это необычный кошмар. То есть, это как бы сон. Он, типа, живет во сне. Ну, значит, нечего бояться, я так полагаю. Можем вот так вот, если что, смотреть. Ну-ка, на Q. Q у меня не работает. R. Добивание не работает. Так, смотрим здесь, что у нас. У нас на стенах ничего не написано. Вот, смотри, что-то написано. Hope, да? Или что это написано? Hope, надежда. Фера, надежда. А здесь что у нас есть? Надписи какие-нибудь. Что написано? О, смотри, инк. Инк... Инк, точка, или это ноль. Инк это чернила переводится. Или тушь, еще может быть. Ладно, пойдем аккуратненько. Я вот так сидя сяду. Мне как-то вот так вот привычнее, что ли. Что написано? Эни. Эни? Бени. Мы можем открывать все камеры, насколько я понял, да? Эй, а почему эти не открываются? Так нечестно. Нам явно нужно по идее... О, смотри, там какой-то... Там кто-то был. Идите, колотите. Там кто-то был. Или мне показалось. Или у меня глюки. Но там какой-то плакат на стене висит. Эта камера непростая. Видишь, во всех остальных ничего нет такого. А там висит. Так еще и хоророчек будет у нас здесь. Ну и ладно, это хорошо. Мне нравится, когда все понамешано, знаешь, вот так вот. Жестко. Там что-то нарисовано. Слух какой-то, смотри. Рука. Ладно. Там что-то и зачеркнуто еще, кстати. Так что, может быть, мы и не смогли бы разобрать всего. Ё-моё. Давай-ка сядем лучше вот так. Ну, наверное, нам на огонечек бежать нужно, да? Здесь есть что полезное? Вот, смотри, что у нас здесь. Открывается? Почему не открывается? У меня же ключ от всех дверей есть. Ой, не к добру это все. Иоанн. Итан. Его хочется прям Итаном назвать. Да-да-да, прогуляйся, прогуляйся. Отличная погодка. Подходящее место. Какой-то странный. Сейчас кто-то выпрыгнет на него. Душара. Чувак, да беги уже отсюда. Он себя прекрасно чувствует. Туфельки, конечно, у тебя хороши. Не спорю. Вай-вай-вай-вай-вай. Там кто-то есть. Там маленькая злобная камнеешка. Зомбарь! Че он здесь делает? Со светящимися глазами чел какой-то. О, нет. Они здесь. Кто они? Куда он делся? Нужно действовать осторожно. Конечно. Я не хочу снова на них наткнуться. Кто они? Сядь нафиг. Какой-то конкретный... Это был конкретный зомбарь. Так, пошли сюда. Синие журавлики приносят нам удачу и счастье. Давай, бери. Может быть, это что-то типа сохранялки? Способности синей шейки. Смотри, используй свои способности. У нас же есть какие-то способности. Помните, астральное видение или что? Еще одна птица. Кто-то пытается мне помочь. Смотри, я нажал один. Я нажал один, и что-то произошло. О, астральное видение. А, вот так я могу... Ух ты! Я могу прям вылетать. Понятно. Короче, один, это время замедляется. А два, это у нас... Мы можем вылететь и посмотреть. Прикольно. Это необычная механика. Ладно, мы сейчас научимся этим пользоваться. Блин. Здесь что? Открывается? Дверь страшную. Камеру. Там за мной никто не идет. Ешь, твою медь. Как фонарик выключить? Что-то я очковать начинаю. Оператор-диспетчер с красными глазами. Там никого нету. Или есть? Там дыра наверху. То есть туда надо залезть. Сейчас туда и полезем. Так, я намек понял, что нам надо туда идти. О, аптечку, да, нам показывают? Типа подойди возьми. Давай, бери. Добавить. Ку. Конечно. Таблеточки, таблеточки. Синие таблетки было сказано. Вот это они, наверное, синие таблетки есть. Это то, что дает нам здоровье. Возможно, отсюда можно открыть двери. Возможно. Возможно, мне помогут мои способности. А, может быть, он может прям телекинез, типа, двигать предметы или вообще перемещаться. Ну, давай попробуем. Смотри, классно я сижу. Я в засаде. Так, ладно, давай попробуем. Вот смотри, вот я летаю. Я не могу прям... Ах, ты синие шейка. А синие шейка у нас умеет только через открытые двери залазить туда. Так, ладно, я все профукал. А это что такое? Мозг. А, у него мозг перенапрягается. О, вот оно что. Я, похоже... А, я все истратил. Синие таблетки, скорее всего, это типа как мана. То есть мы можем ману восполнять. Нажмите 2 для использования астральной проекции. Я понимаю, что астральная проекция, но как мне ее использовать? Я вот только что ее использовал. Я не смог туда залететь. Здесь же везде окна. Сейчас разберемся. Вы не мандражируйте, главное. Мы сейчас со всем разберемся. Интересно, мана это полностью останавливается или мне каждый раз надо пить... Есть таблетки эти самые. А, может быть я наверх залез... А, я залететь туда могу. Точно, точно. Там типа ниша есть. Окей, полетели. Так, вот я залетел. А-а-а, быстрее пробел! Я не успел нажать. На пробел надо было. Я на ку надавил, потому что обычно ку у нас здесь выполняла функцию. Так, пробуем еще раз, да? Не восстанавливается нифига. Это ерунда. Быстрее летим, летим, летим. Залетаем. Все, пробел. Есть! Сработало. Все, ништяк. Я открыл путь себе, но также я открыл путь древнему злу. Со светящимися глазами. Куда пойдем? Давай сюда сходим до конца. Может быть здесь лут какой-то будет. Очень полезное дайте. Ну пожалуйста, ну хоть таблеточек мне каких-нибудь. Напряженно. Напряженная атмосфера. Могу заявить с уверенностью. Такс. Туалет. В туалет не хочу вообще идти. Очень злачное место. Туалет и всегда это злачное место. Дверь закрыта. Кто здесь? Едеть, колотить. Я что-то боюсь туда идти. О, там что-то есть. Смотри, там головоломка. Мне нужно туда пробраться. Дверь открой. Дверь закрыта. Надо идти ключ искать. Или рычаг. Ну пока я никаких врагов не вижу. Где они будут и будут ли вообще? Или просто они как пугалка? Короче, полюбас надо идти. О, щиток. Че ты там орешь? Ёшкин дрын. Да кто же это бьется-то? Может быть я как-то могу выбить окно? Я же не смогу сюда залететь. С помощью астральных своих способностей. Думаю, что нет. Ладно, пошли сюда. О боже. Эти картины. Я все это видел. Это здание на окраине Алеппо. Это операция в Чечне. Борьба с наркодилерами. С наркодилерами. То есть это его все воспоминания. Похоже, это все его воспоминания. Вот смотри, танк расстреливающий. Жилые здания. Да, чувак, ты наворотил. Ой-ой-ой-ой, какой ты страшный. Ладно, пока что мы идем. Че у нас здесь? Control room. О, да-да-да, это у нас контрольная комната. Что там? Что-то. Здесь щиток. Надо щиток этот. А, нет, это у нас аптечка. Видимо, контрольная комната открывает у нас двери. Покрутить не хочешь? Открывает двери в ту подсобку. Код нужно набрать. Цифровая панель. Нужно ее снова подключить. Угу. Посмотрим, куда идут эти кабели. Ну вот они туда и идут. В ту комнатку. Угу. Типа, видите, нам показывают, что мы должны исследовать. Хорошо. Следует за кабель, найдите электрощитовую. Да я видел ее. Так. Твари не появились никакие. Я видел, где эта штука находится. Так что смело бежим туда. Там нас... Ну, я не знаю, там дверь закрыта была. Псс-псс-псс. Кто-то мне там псыкает. Может откроется теперь? Смотри, появилась записка. Уважаемый господин Томпсон. Нас так зовут. У нас опять проблема. Кто-то украл мой ключ от электрощитовой. Это уже не смешно. Я подозреваю. Того негодяя из кухни. Прошу вас разобраться с этим раз и навсегда. С уважением, комендант. То есть нам теперь нужно идти на кухню. А где кухня? Найдите ключ на кухне. А кухня вот здесь у нас была, по-моему. Что, она откроется? Она открылась. И на сохранение произошло. Окей. Так, сейчас мы будем прятаться. Я чувствую, сейчас будем прятаться. О, вот они мои голышки. Похожи на кого? На инженеров, да? Инженеры из чужого. Он какой-то злой. Лучше не показывай на глаза, пока я ищу ключи. Вот что-то здесь лежит. Так, он какой-то злой. А он куда идет? Злой. Парень. Ага, вот он сидит. Ты же меня не видишь? Он реально злой. Надо, короче, использовать замедление времени, я чувствую. Ищем ключи. Ключи наверняка там, где он ходит. Так, если я, допустим, буду передвигаться. Ты по одной ходишь? Последовательности действия. Да? Ты сейчас сюда пойдешь? Вот и правильно, вот и правильно. Вот и иди, молодец. Давай, 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 давай. Давай, скорее, 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 скорее. Где-то здесь. Он сейчас сюда, да, идет? Так, пошли сюда. По-любому где-то здесь. О, ключ. Конечно, возле свечек прям лежит. Надо вернуться в комнату. Да, мы сейчас вернемся, погоди. Только злой сейчас пройдет, парень. Мы узнали, что его зовут злой. Злюка. Ты где? Сердце бьется, когда он рядом. Он здесь не ходил, по-моему. Или ходил? Ладно, мы сейчас дождемся. Вон он туда пошел. Я за тобой слежу. Засранец. Я вижу твою руку. Сейчас только он пойдет туда. О, он идет, смотрит. Так, ладно, давай, 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 быстрей, 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 быстрей. Быстрееей! А-а-а, ты шевели, ты помидорами. Уходим. Это выход. Где выход? Ёж, твой умеет. Выход. Выход где-то здесь. Давай, скорей, блин! А-а-а! Фух, вроде убежали. Ладно, это типа такой стелс, но мы здесь еще и стрелять должны, по идее. Так, сейчас у нас будет головоломочка. О, головоломочки я люблю. А-а-а, так, 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 на... Посмотрим. Я должен подключить желтые кабели. Как это все здесь вращается? Вверх, вниз. А-а-а, все, понятно, понятно, понятно. Так, ладно, а следующее как? Ага, вот так вот выбирается-то все. А эти вместе что? А, они вместе вращаются. Все, я понял. Так, ладно. Желтые кабели мы подключили. Но это легко, как бы, делается. Так, дальше идем. А это что такое? А-а-а, вот оно как. Так, ладно. Осталось... У нас осталось здесь только... Это какие? А-а-а, они вот так вот, короче. Они секциями переключаются. Так, ладно, понятно. Вот так. Вот так. Так, это сделали. У нас остается теперь... Вот эти вот. Вот так сделали. Это нормально. Это нормально. У нас осталось... А какая у нас осталась последняя? Ага, вот это вот осталось. Так, вот это сделали. Теперь вот это вот сделали. Так. Окей. Теперь вот эту делаем. Сработало! Посмотрим, работает ли панель. А ты знаешь код? Панель ты... А-а-а-а! А-а-а! Он идет сюда! Что делать? Надо в окно выпрыгивать! Он ломится будет! Он ломится будет! Он ломится будет! Или не будет! Я фонарем, если что, тебя избить не смогу, парень! Ладно, мне кажется, это была просто замануха какая-то. Да плевать я на тебя хотел, красноглазка. Я просто побегу сейчас к нашей панели. Начну тыкать все кнопки подряд. Тебя я знать не хочу. Не знаю, кто это такие. Мыганы. Здесь была? Да, здесь была. Так, ну что, только скажи теперь, что ты код не знаешь. Черт! Мне нужен код, ну конечно! Конечно! И где теперь его искать? А, вот смотри, что написано. Заключенцы. Заключенцы тебе помогут. Какие заключенные? Да вот эти, наверное, с красными глазами. Вот показывают стрелки, типа иди туда. Открылась, смотри, у нас здесь дверь открылась. Так, прекрасно. Прекрасно. Заключенные ломятся. Да не ломись ты, я меня не отключаю, я не смогу тебя открыть. Когда сохранялка происходит, такой бум! Низкий звук. Давай уже оружие дай мне. Боже, что это, черт побери! Это какой-то резервуар с водой и с вентилями. Дай оружие! Я уже хочу подубасть этих отморозков. О, он там сидит! Ха-ха-ха! Надо его выпустить. А, вот, смотри, надо их выпустить теперь. Заключенные тебе помогут. Там было сказано. Так, лады, у нас есть три вентиля, четыре вентиля, их нужно правильным образом разместить, видимо. У нас еще есть папки какие-то, вон, Б, Д и что-то еще там, А, Б, Ц, Д. Хорошо, давайте посмотрим, журавлик нам поможет. Журавлик нам всегда помогает здесь. Четверых посадили за решетку, но только трое были виновных. Помогите невиновному освободиться, и он поможет в ответ. Однако берегитесь, если ваш приговор будет несправедлив, трое других будут совершить свой собственный суд. Они меня убьют. Возможно, следующее утверждение поможет разобраться. Это что такое? Не вор, он убил столько же людей, сколько Б и Ц вместе взятые. Кто-то там, а, ну типа это пропущенный, да? Убил меньше людей, чем Ц, но Ц украл больше, чем Б. Вот этот вот следующий не убийца, или убил, по крайней мере, двоих, но Б вор. Нам надо выяснить, кто из них. А их здесь четыре, то есть Д еще у нас есть. По идее, вот это надо запомнить все. Ладно, мы сейчас разберемся. Так, значит, один из них знает, как отсюда выбраться. Давайте сначала посмотрим. Значит, код, который поможет выбраться отсюда в одной из этих камер. Что будет, если я открою не ту? Значит, тебя сожрут. Понятно, здесь показано, кто и где. То есть нам сейчас сначала нужно решить логическую задачку. Эта логическая задачка у нас находится где? В инвентаре. Информация. Вот так, синие. Нет, это синие. А, вот синие мы их так называем. Маркус копал в глубинах интернета. Но даже там это сделать нелегко. Я не знаю, что они творят с моим мозгом, но прямо сейчас только они не дают мне сойти с ума. Ладно, объекты. Нам нужны объекты. Вот, да, стой. Тут такое управление вообще прям очень неудобное. Пробел, да, выбор у нас. Ага, загадка синие шейки. Вот, все. Сейчас я буду это дело решать. Значит, смотрите. Беру я свой блокнот, да. Блокнот всегда мне помогает. Беру я свой блокнот, открываю через страницу. Значит, у нас есть 4 человека. А, Б, С и Д. То есть кто-то там не вор, да. Он убил столько же людей, сколько Б и С вместе взятые. То есть первая строчка, она относится или к А, или к Д. Потому что Б и С вместе взятые. Ладно. Вторая строчка относится. Убил меньше людей, чем С, но украл больше, чем Б. Это тоже может быть или А, или Д, потому что там упоминается, что С и Д. Третья, значит, не убийца. Соответственно, это может быть или Б, или С. Четвертая относится. Убил, по крайней мере, двоих, но Б вор. То есть это относится точно. Смотри. Но Б вор означает, что это может быть или Б, или С. Но если говорится, но Б вор, значит, здесь говорится о С. То есть С убил, по крайней мере, двоих. Это мы запомнили. С убил двоих. Вы понимаете, да, логику моих размышлений? Потому что каждая строчка относится к конкретному человеку. Если он упоминается где-то в других строчках, значит, уже он не может упоминаться в других строчках. Ясно. С убил двух. Значит, ищем, где у нас счет С есть. Значит, он убил двух. Вторая строчка, третья строчка, говорится Б или С. То есть там может быть или Б, или С. Там Б говорится про Б. Написано, убил меньше людей, чем С, но С украл больше, чем Б. Хотя вот нет, не совсем получается. Не, погоди, третья, подожди, третья написано не убийца. Все верно. Б точно значит у нас не убийца. Вот так. Б не убийца. Ладно. Дальше смотрим. Значит, А или Д у нас получается так. А тут написано, убил по крайней мере двоих, но Б вор. Б вор, да, верно. Он вор. Все, он не убивал. Дальше. Получается, А или Д нам нужно выяснить. Первое. Не вор. Он убил столько же людей, сколько Б и С вместе взятые. Б и С вместе взятые убили двух людей. То есть это убил двух людей. Это значит, что он убийца. Дальше. Убил. Значит, получается, это А или Д может быть. А другое написано, убил меньше людей, чем С. С убил двух, а этот убил, значит, один. Одного убил, но украл. Но С украл больше, чем Б. Ну, я так полагаю, что у нас, значит, ну, то есть просто вор, да? Трое были виновны. Помогите невиновному освободиться. Подожди. Так, если это не убийца, но он вор. Б вор. А вор это тоже, по идее, его надо посадить за решетку. Не вор. Он убил столько же людей, сколько Б и С вместе взятые. А, ну, он убийца, получается, так. Убил меньше людей, чем С, но С украл больше, чем Б. Вот я не знаю, честно говоря. Тут, короче, вариант или... Не вор. Он убил столько же людей, сколько Б и С вместе взятые. Ну, давай попробуем Б. Вариант. Мы же сразу сохранились, правильно? Давай пробуем выпустить Б. Вот сейчас и узнаем. Перемещение, сброс, а что? А, здесь надо еще и решить загадку. А как это все делается? Так, сброс, перемещение. А что, перемещение, выбор, сброс, отмена. Я не понял. А, вот так. Это надо... Еще надо загадочку решить. Вы издеваетесь, что ли? Так, а что мы делаем-то? Я что-то не понимаю. Сброс, Р. Ку, отмена. А, вот так вот. Так, ладно, сейчас попробуем. Ку, отмена? Да е-мое! Погоди. Я не понимаю смысла здесь загадки. Перемещение, выбор... Ага, вот так вот мы можем... Три кольца у нас получается есть. Так, нужно их совместить как-то. Так, это выбор я сделал. Так, крутим. Ммм, все, я понял прикол. Они цепляются. Они цепляются все вместе. Так. Давай попробуем. Вот так. Ох ты, ух ты, ух ты. То есть надо... А, наверх все есть... Все, я понял. Надо просто наверх все совместить. Вот так. Так, стоп. Ага, сейчас. Не, он даже... Вот так, вот так, отлично. Теперь, что мы делаем? Нам, по идее, нужно вот эту теперь крутить. Оно, по идее, должно совместиться наверху. Ммм, нифига. Вот оно в боку, смотри, совмещается, а здесь наверху не совмещается. Так, ладно. Продолжаем. Нам надо, короче, это довести вот... Я даже не знаю, докуда. Может быть, до сюда. Давайте методом научного тыка попробуем это сделать. Совместятся они? Нет, они здесь не совмещаются. Возвращаем обратно их. Так. Так, стоп. Ну, давай сделаем вот так. Так. Нет. Немножко, смотри, не хватает. Надо, по идее, понять, какой у них момент кручения. Насколько. Ну-ка, стоп. Вот так. Так, значит, мы пробуем теперь вот так вот это сделать. Или давай вообще вот так вот сделаем. Да ё-моё. Вот так. Так, крутим. Они совмещаются за один ход до этого. Вот так. Поэтому давайте сейчас попробуем сделать вот... Вот. Нет, попробуем сделать вот так. И теперь покрутим. Или мы уже, по-моему, так делали. Да, они совмещаются. Вот, как раз, короче, они совмещаются в этот момент. Всё правильно. Вот так. То есть нам, по идее, надо сделать следующую штуку. Где-то вот так, наверное, нужно сделать. Так. Теперь эти штуки мы совмещаем. Вот так. Или это ничего не даст. Они совмещаются раньше. То есть нам нужно сделать вот так. Нет. Не получается. Ещё и решить надо было. Это ладно, там выбрать. Одного. О! Отлично. Это мы B выпустили. У-ху-ху-ху! Сейчас вот мы и узнаем, правильно мы сделали или нет. Чёрт, это плохо. Это плохо! Значит, короче, моя логическая задачка не решена была. Мой блокнот, счастья, мне не помог. Окей, ладно. Ладно. Так, нажмите пробел, чтобы отпустить. Окей. Берём, значит, ещё раз. Стоп, 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 стоп. Отмена. Мы берём птичку. Смотрите, какой может помочь нам момент. Он убил людей меньше, чем C, но C украл больше, чем B. То есть, это может быть A или D, к примеру. Он убил людей меньше, чем C. То есть, он мог убить ноль. Это A или D, может быть. А вот A и D у нас нигде больше вообще не фигурируют. Он убил столько же людей, сколько B и C вместе взятые. Да. Короче, это или A, или D. Но они здесь больше нигде не фигурируют. Оба-на! Всё, отлично. Так, мы выпустили D. И он не говорит, что это плохо. Значит, это правильно. Не про канала, не про канала. Так, пробуем. Всё, это уже легко решается. Так, это у нас мы выпускаем A. Ну-ка. О! Короче, A. Да, ну тут вариант был один из двух. То есть, в принципе, мы так догадались, но один из двух. Значит, 52... Ой, 25179. Ну, конечно, это код. А что тут ещё может быть? Конечно, это тот самый код, который нам нужен Пора выбираться отсюда Да, это хорошая идея Погнали Где-то у нас же здесь, по-моему, был проход Надеюсь, красноглазка не придет за мной Так, так Давай, никого нету, отлично Так, вводим код 20, как, это прямо вот так, да, надо вводить Чем? 25 1 7, 9 Окей Окей, окей, сработало Уху Прекрасно, все Давай, взламывай сеть Хакер маленький Сейчас мы все выясним, там лабиринт, смотри, какой-то Прям вообще Лагерь смерти Это огненные полы они решили сделать Кобздец, да здесь вообще Концлагерь Чувствую я по всем этим клеткам Нам придется шариться Все эти ловушки придется Как-то преодолевать Проходить Что-то с ними Что? Дорогуша, а ты что здесь делаешь? Что она здесь делает? Ой, она тоже здесь проходит Квест в реальности Вот те на Вот так вот, это единственный выход Да, нам тоже придется дойти И мы пойдем, да? Ммм, перемещение Все, короче, у нас Давайте здесь остановимся У нас было такое вот превью Я думал, демо-версия обычно как-то короче Происходит Ну, ладно Раз какие-то здесь еще есть загадочки Мы пройдем это в следующей серии Спасибо большое, что смотрели Если вам игра понравилась Вы ждете продолжения Обязательно пишите об этом в комментариях Ставьте лайк, если вам понравилось это видео Также подписывайтесь на мой канал Добавляйте друзья вконтакте В твиттере, в инстаграме Ссылки на все это добро есть в описании С вами был Маугли Всегда оставайтесь на высоте И пока-то вам Не бойся, бро Скорее жми на кнопку подписаться Чтобы без новеньких видосов не остаться И даже если ты шероха Запомни мой мотив Без шуток ниже пояса Без мата позитив Я буду на угли А ты Будь всегда на высоте Здесь собрались Только самые Адекватные Я буду на угли А ты Подпишись